Сегодня в Казани начнется процедура опознания погибших в страшной аварии с пассажирским автобусом в Заинском районе Татарстана. Тела всех 14 жертв уже доставлены в Бюро судебно-медицинской экспертизы. В ближайшее время туда начнут прибывать родственники. ДТП, напомню, произошло накануне. Автобус въехал в КАМАЗ, который буксировал грузовик и загорелся. По словам экспертов, к большому количеству жертв могли привести конструктивные особенности автобуса. Светлана Костина подробнее. Старший брат Виктор, годовалый Ваня и их мама Людмила ехали в гости к бабушке. 24-летняя Мария, выпускница Самарского медицинского университета, мечтала показать свой диплом родителям. В ночь в субботу на воскресеньях автобус попал в страшное ДТП. Погибли 14 человек. Спустя сутки следователи выдвигают первые версии трагедии. По одной из них водитель автобуса был ослеплен светом фар встречной машины и поэтому не заметил перед собой грузовик. По другой мужчина заснул за рулем. Еще одна версия. Водитель не смог справиться с управлением при обгоне. Пассажирский автобус следовал из Самары в Ижевск. В этом же направлении двигался и грузовик. На жесткой сцепке он буксировал большегруз. В районе часа ночи автобус на полном ходу врезался в грузовик, загорелся и перевернулся. Автобус при столкновении с тягачом оторвалось колесо. Учитывая конструктивные особенности этого автобуса, у него бак топливный впереди справа. Произошло возгорание и автобус, когда оторвало переднее правое колесо, начало прокидываться и произошло возгорание. Пассажиры оказались в огненной ловушке. Из 29 человек лишь 14 выжили. 10 пострадавших находятся в больницах Набережных Челнов и Альметьевска. Трое на вертолетах санавиации были доставлены в Казань. Состояние их на данный момент тяжелое, но стабильное. Тяжесть состояния определяет ожоги. Травмы незначительные, то есть не угрожающие жизни. А вот ожоги, то есть достаточно большую площадь занимает пациент. Водитель автобуса находится в реанимации, однако следователями уже принято решение о его аресте. Такая же мера пресечения выбрана и для водителя грузовика. Мужчины уже дают показания. Возбуждено два уголовных дела и, возможно, они не последние в этой трагедии. В воскресенье в Самаре задержан генеральный директор компании-перевозчика. Сотрудники фирмы уже заявили, что за рулем автобуса был один из лучших водителей с 15-летним стажем пассажирских перевозок. Было установлено, что фирма не имела права перевозить детей. В данном случае в автобусе находилось двое детей, и у них не было никаких мер безопасности, то есть специальных средств безопасности. Сегодня в Казани начали работу судмедэксперты. В город прибывают родственники пострадавших, с ними работают психологи. Светлана Костяна, Олег Матюшин и Анатолий Минеев. Первый канал. Татарстан.